Значит, название сказано. В последние годы становление современного человечества и истории индоевропейской расы рассматривается многими учеными в неразрывной связи с ледниковым периодом 35-12 тысяч лет назад. Так, на рисунке 1 дана схема распространения современного человека по планете из книги генетика Спенсера Уэллса, 2000 год. Около 45 тысяч лет назад древние охотники-собиратели оказываются в центре Евразии. Перед ними... да, вот тут можно показать. Вот где-то тут. Что-то видно, да? Я показываю. Перед ними открываются степные и тундровые просторы Северной Евразии, где нет в ту пору лесных массивов, но есть сформированная холодами и кустовой растительностью мамонтовая фауна, крупные копытные травоядные животные, мамонты, овцебеки, олени и так далее. В разгар ледникового периода, благодаря обмелению океана, как вот следуют и схемы, заселяется Северная Америка. Часть племен отправляется на запад, а значительная масса оказывается в предледниковой зоне на Русской равнине, где на юго-западе, где на юго-востоке от ледника, благодаря обилию биомассы, мамонтовая фауна наиболее выражена. Границы распространения оледенений даны на следующем рисунке. Вот верхняя кривая здесь соответствует Оставшковскому оледенению. Как мы видим, это оледенение территориально наименее выражено. Русская равнина заселена в предшествующее оледенению Межледниковью. Следующий рисунок. Вот это вот то, что наши советские археологи обнаружили на Русской равнине. Останки поселения, как и в Сибири, сохраняются в период ледника. Культурные навыки совершенствуются. Остатки современного человека 38 тысяч летней давности в Костенках, в Воронежской области, характеризуются как останки европеоида. Показано, что в процессе таяния ледника и отхода его на северо-запад, поселения перемещаются вслед за ледником. По-видимому, сюда же, значит, в бассейны, формирующихся Балтийскую и Белую морей, вслед за мамонтовой фауной, устремляется и протеуграфина из-за Урала. Приводим цитаты и рисунок. Следующий рисунок. Из работ доктора биологических наук Балановского, касающийся генетики северных русских популяций. Значит, у него вышла книга в декабре 15-го года о генофонде Европы. Так что, в основном, все данные из этой книги. По данным об игроках ремосоми, северные русские вошли, ну, видно, вот зеленая часть, вошли в обширный класс, северный кластер, вместе с популяциями Балтов, финноязычных народов, а также германоязычных шведов. И как тут не вспомнить высказывание, цитаты нашей незабвенной Светланы Васильевны Жарниковой. Согласно географии Махабхараты, за священными северными горами жили разные народы. Данавы, Даны, Дайти, Саумьи, Иваны и народ северных Куру, на островах Кур и Наль. И вся эта огромная страна на берегах Балтийского и Баренцева Марии именовалась Росаталой. По митохондриальной ДНК, это вот по Y-хромосоме, отцовские линии наследования, а по митохондриальной ДНК, отражающей материнские линии наследования, русский север обнаруживает близость с еще более отдаленными популяциями Европы. Вот мы видим Архангельскую область, здесь наиболее ярко обозначена зеленым цветом, и такие же зеленые тона по всей Европе вплоть до Пелопоннеса. В обоих случаях основной массив финноязычных популяций максимально удален и от всего европейского массива, и от русского севера. Следующая картинка. Вот финны. Они, так сказать, сами по себе. Они, в общем, у них генетика совершенно особенная. Так, полученные, что отрицает предполагавшийся ранее мощный вклад финно-угорского пласта в формирование населения русского севера. Полученные данные позволяют предположить, что палео европейское население северо-восточной Европы длительное время сохранялось в регионах, прилегающих к Белому морю, и в эпоху Средневековья испытало мощное влияние волны древних славян. Вот эта картина, значит, славянский генофонд, восточный и западный. Это в основном, значит, цитаты всей из диссертации, докторской диссертации Балановского, 12-й год. Время конца палеолита, начало мезолита, это период, когда в рамках бариального языка, общего для формирующихся индоевропейской, алтайской и уральской языковых семей, закладывается бытовая основа протоевропейского языка. Бариальный язык связывает с развитием культур сведерского типа, включающих гамбургскую культуру и рассетинскую культуру восточной Европы. 15-7,5 тысячи лет до н.э. Это свидетельствует о культурном единстве обширного европейского пространства от Рейна до Волго-Окского междуречия, подтверждаемого фактом присутствия в настоящее время до 20% древнего североевразийского генофонда в генофонде Европы. Исчезновение мамонтовой фауны, обилие водных путей в связи с таянием ледника и повышением уровня океана, другие катастрофы переходного времени, требуя активной перестройки хозяйствования, способствуют миграциям палеоевропейцев, носителей основ протоевропейского языка, в разных направлениях. Водные миграции в этот период могли привести к распространению протоиндоевропейцев и за пределы Европы, вплоть до Малой Азии, Ближнего Востока, Долины Нила, Черного... Так. В пользу подобных дальних миграций свидетельствуют определенные данные археологии и антропологии, легенды, а также распространение на юг, сложившегося на севере экзолярного культа. Племена, оставшиеся в бассейнах северных морей, как и более южное население, осваивают восстанавливающиеся после отхода ледника лесные пространства, специализируясь на охоте, собирательстве и рыболовстве. Постепенно возрастает разделение, обусловленное лесным и степным образом жизнью. Влияние лесного пространства приводит к смягчению произношения и появлению сатом и заглосы, тогда как у жителей степной полосы закрепляется более жесткое кентом и заглосы. Вот следующий рисунок, это вот у нас распространение языков групп сатом и кентом во втором-третьем тысячелетиях до нашей эры. Видно, значит, тахарианцы на востоке и запад. Остальное у нас сатом и заглоса от Балтики и до Индии. Жители лесной полосы хорошо приспособлены к жизни при недиверницированном способе хозяйствования, о чем свидетельствует увеличение численности поселений на русской равнине в конце Мезолита и в Налите. По всей Европе растет оседлое население речных долин лесостепной полосы, осваивающие, то есть культуры Винча, Кокутеня, Триполя, Подоня, Поволжья, осваивающие земледелие и скотоводство и формирующиеся при смешении северных и южных популяций. Изобретение колеса 6 тысяч лет назад, использование тягловой силы крупного рогатого скота с конца 5-го, начала 4-го тысячелетия, как и последующие похолодания, стимулирует контакты и миграции части племен, особенно мужской молодежи, в разных направлениях. На юг мигрируют арии, некоторые племена прославян, впоследствии скандинавы. Сатамный характер произношений индоиранцев свидетельствует о связях их истории с лесным пространством, что подтверждается в настоящее время генетикой. Но вот этот рисунок и вот следующий рисунок южно-индийский предковый компонент. Видите, он зеленого цвета, распространение восточной Европе, западной Европы отсутствует. На юг... Да, сатамный... Так, что подтверждается свидетельствует о связях истории с лесным пространством, что подтверждается генетикой. И следующий рисунок. Вот. Это гоплогруппа Р1А, так сказать, славяне и вот северная Индия. Для нас важно заключение ведущего и российского, советского и российского антрополога Татьяна Ивана Алексеевна, относительно укорененности и постоянства наиболее распространенного в Восточной Европе антропологического типа северо-западного характера, который должен, цитата, занять самостоятельное положение, как имеющие местные истоки, восходящие к населению Мезолита, но испытавшие вследствие воздействия более поздних пришельцев, начиная с эпохи наолита, у графины, а также отдававшие предпочтение скотоводству южных и восточных европеоидов. Этот вывод свидетельствует в пользу автохтонности населения индоевропейского типа на русской равнине по крайней мере с эпохи Мезолита или даже Палеолита. Опережающие развитие производительного хозяйства, неконтакты разных народностей, прибытие активного мигрирующего населения приводят в этот период к становлению и расцвету культур двуречий о гигиепетое Южной Индии, эгейской цивилизации, социализации обществ, потребности в государственной организации и, конечно, к войнам. В начале 30-х тысячелетия до н.э. климатические и социальные изменения стимулируют европеоидные полукочевые племена южных степей, в основном носители гаплогруппы Р1Б, к миграциям из восточных и южных регионов равнинной части Евроазии на Запад. Реальный поток генов... Так, вот рисунок. Реальный поток генов ввел во втором... Цитата из книги Балановского. Реальный поток генов ввел во втором-четвертом тысячелетии до н.э. из Восточной Европы в Центральную Европу. Что означает, цитата, равноправное включение охотников-собирателей в Восточную Европу в общую картину генофонда Европы. По пути... А, вот следующий рисунок. Вот, пожалуйста, следующий рисунок. Значит, это у нас... Вот распространение восточноевропейского генофонда... Как тут? Охотников-собирателей в Восточной Европы. В общую картину генофонда Европы. По пути в Центральную Европу мигранты-кочевники, вероятно, смешивались, цитата, с земледельцами Восточной Европы, носителями гаплогруппы Р1А в частности. В результате сходство ряда западноевропейских популяций с генофондом восточноевропейских охотников возрастает на 22-39% по данному книге Балановского. Как полагают генетики, миграция осуществляется в основном представителями явных и других культур, генетически с ними схожих. Вот одну картинку мы уже видели. Вот здесь вот явная культура, культура вот эта самая шнуровой керамики. Они распространялись как на Запад, так и на Восток. А вот следующая картинка, показывающая генофонд явной культуры, что он представлен не только степными просторами, но и лесными. генетические исследования формировались на основе смешения субстрата автохтонного населения лесной и лесостепной зоны Восточной Европы с пришлыми племенами европеоидного типа с юга и востока. Значит, подтверждают вывод советских антропологов о том, что большая часть населения, проживающего в южно-русских степях в середине первого тысячелетия до нашей времени, до нашего эры, то есть это скифы, являются физическими предками восточнославянских племен эпохи Средневековья, также согласуются с новейшими данными популяционной генетики. Согласно последним данным, цитата «популяция скифов Дона относилась почти полному к европейскому, а не к азиатскому генофонду». Миграции на запад носителей гоплогруппы Р1-Б осуществляется как через Северное Причерноморье, вот я включу вот эту картиночку, как через Северное Причерноморье, так и более южными путями, формируя в конце наолита генофонд населения Западной Европы. вот, так сказать, несколько иначе подсчитано, но современный другая форма математической обработки, но вот современный генофонд Западной Европы. Видно, Р1-Б у нас при Урале это Башкирия и на Западе. Их мировосприятие, да, мигрирующим племенам индоевропейцев было дано обрести наибольший опыт самоутверждения. Их мировосприятие и языки подвергались воздействиям меняющейся обстановки. Слияние северных и южных миграционных потоков и исходного аналитического населения со временем превращает южную, а затем и центральную часть Западной Европы в арену активных социальных процессов и войн, стимулируя развитие цивилизации. Ареал славянских народов, пишет Алексеева, находится в рамках той обширной зоны, которая разделяет ареалы северных и южных европеоидов, выделяющихся в пределах европеоидной расы максимально светлой и максимально теплой пагментации. Занимая плодородную часть равнинной лесостекной зоны Европы, прославянство испытывает все большее давление со стороны полукочевых народов. Это давление возрастает с вершинствованием колеса, вооружения и оседланием лошади. Прославянские племена, известные историкам под разными названиями, объединяет мирный земледельческо- скотоводческий образ жизни, единый географический тип преречных в основном лесостепных территорий и общие основы проиндоевропейского языка и культуры. набеги с юга и востока возрастающие давления запада все чаще заставляют их подаваться на север к лесным сородичам, привнося туда навыки производительного хозяйствования. В начале новой эры, как известно, миграционные, социальные и политические процессы в Центральной и Южной Европе резко активизируются. Это готы, гунны, авары. В Поволжье возникает Хазарское торговое царство. Все это способствует дополнительному притоку славян в центр равнины с юга, запада и востока. В среду населения отрывок цитаты наиболее распространенного в Восточной Европе антропологического типа, имеющего местные истоки, восходящие к населению Мазолита. И способствует возникновению здесь ядра восточного славянства, формирования русского народа и этноса. Недаром наши сказки лесные сказки. Мы с вами лесные оседлые жители. Наши сказки лесные сказки, отражающие безграничность наших пространств. Стабильность русского этноса обусловлена одинаковыми ценностными ориентирами народов России, русских, тюрков, у графинов, в силу относительно малой населенности и единого характера равнинного евразийского пространства. Итак, формирование ведущей расы нашей цивилизации происходит на протяжении тысячелетий, на общенном пространстве север-запада Евроазии с первоначальным центром на русской равнине в ходе разнонаправленных миграций и взаимодействий с населением прилегающих территорий. Надо сказать, что тенденции удревления истории и шеления территории проэндоевропейцев, как и признание укорененности населения русской равнины со временами залитой и даже палеолита, просматриваются и дополняются все новыми аргументами в целом ряде научных работ, особенно в последние 10 лет. Здесь интересно, помимо данных генетики, теория политической непрерывности итальянские авторы, работа Сергея Конча это Украина, недавно он погиб, Зелезняка, наших историков Светланы Жарников, Виктора Тена, нашего ленинградского ученого, Лидии Грот и другие. Слово за российскими учеными, которым предстоит объединить новейшие данные генетики с работами советских и постсоветских исследователей, археологов, антропологов, историков и филологов, утвердя представление о боукорененности населения России на территории Восточной Европы с древнейших племен. Представляется закономерная высокая степень сохранения древних основ индоевропейского языка народами и исторически наименее подверженными миграциями и влиянию других мигрирующих племен. В Европе это Балты, Северные и Русские и в определенной мере все Славяне, не изменившие равнинным лесом степным и лесным пространством Восточной и Центральной Европы на протяжении тысячелетий. Эти доводы проясняют преимущество использования славянских языков и в частности русских диалектов при расшифровке различных древних ряда древних письменных памятников. Изложенная история народов, география, занимая их территорией, дает возможность во многом объяснить не только особенностей основных ценностей языков, но и отношения к характеру государственности народов Западной и Восточной Европы, что очень важно понять, понимать в настоящее время. Выживание в приледниковой зоне требовало невиданного напряжения физических и умственных способностей человека. Решающую роль сыграл фактор общинного жизнеустройства. Благоприятство и отношение взаимопомощи, ускоренному развитию сообщества общинный образ жизни позволил северному человеку обрести необходимые для выживания навыки. Таким образом, общинное сознание присуще современному человеку изначально. Сезонные климатические особенности обширного евразийского пространства обусловили насущную потребность сохранения общинных ценностей, то есть приоритеты интересов общества над интересами личности, авторитеты старейшин, заботы о каждом, как и жизни в гармонии в природе и в мире с соседними племенами, основанные на любви и уважении семейные связи, нестяжательское отношение к жизни, почитание духовных подвижников народными героями, все это имеет место на нашем пространстве на протяжении тысячелетий. И недаром размышления об опыте русской революции приводят в 1937 году Бердяева к выводу о неслучайности и укорененности ее идеи в русском национальном согласии. Коммунизм в 20 веке был неудачной попыткой возродить общественные ценности. Цитата. Отсутствие географических границ предопределяли единый характер мировосприятия, предопределили неоднократное возникновение на евразийском пространстве, протогосударственности общинного типа и сравнительно позднюю необходимость государственных образований. В процессе становления русской государственности ценности рода племенного общежития переносились в сознание народа на черты княжеского и царского управления. Основные признаки российской государственности по мнению доктора философских наук Спиридоновой являются следствием укорененности общинного сознания на евразийском пространстве. Эта идея созидания единства целостности нравственная идея ответственности государства и правительства идея служения идея сильной власти. Оказавшись в условиях географически разнообразных но ограниченных западных окраин евразийского пространства обречивающие опыт миграции наиболее активной народности в исторически определенные сроки греки римляне англосаксы становятся ведущими на новых территориях. условия жестокого соперничества с соседями когда постоянно востребованы качества прагматизма и рассудочности способствуют развитию интеллекта. По мере разработки технологий благодаря океанским побережьям западные народы продолжают экспансию по всей планете и формируются нацеленными на материальное освоение мира. А разделение населения западной Европы на многочисленные народности а затем политическое и религиозное разделение стимулирует индивидуалистский тип общественного сознания. Псилорасколы социальности могут быть урегулированными только на основании четкого следования внешнему законодательству. Как утверждали еще славянофилы если руть стоит на законе нравственности запад на законе формальности. В результате развития западной цивилизации потребления техногенного типа планеты поставлены на грани экологической катастрофы человечество находится в состоянии системного кризиса культурного экономического политического авторы целого ряда современных социальных исследований показывают что несмотря на продолжающиеся активные насаждения либеральных рыночных ценностей вечные исторически сформировавшиеся ценности продолжают определять отношения к жизни у большинства населения равнинной части евразийского пространства. Многие общественные деятели ученые и рядовые жители в настоящее время осознают что основным противоречием современного развития России является противоречие между осуществляемым на протяжении более двух десятилетий вестернизации страны и евразийской природой культуры его народов. Тут вот в интернете можно например найти стихи такого тридцатилетнего парня Игорка Счастливый так у него такие есть стихи совсем обезумел русский народ напялил костюм европейский но этот костюм то ему не идет от него одни только бедствия известными деятелями в книге национальная идея России убедительно доказывается что современная социально-экономическая политическая модель страны мало совместима с жизнеспособностью России это в шести томах труд с таблицами бесконечными главным фактором жизнеспособности государственности становится творческое проектирование новой государственности соответствующей национальному духу я называю это соответствующий национальному духу соединяющего принцип когда принцип личности как верховной ценности будет соединен с принципом братской общности людей это писал Бердяев в этом отношении насущным является проявление в предпринимательстве кооперативных начал с целью восстановления промышленности сельского хозяйства опоры на разнообразные общественные организации по типу нашего конгресса принцип духовного лидерства и так называемая посредованная демократия когда выбор руководителей все более высокого ранга осуществляется последовательно из числа рекомендовавших себя известных лиц важно не забывать что этим изменением благоприятствует нашу эпоху попутный ветер перемен диктуемых ритмичностью космических процессов энергетика пространства неизменно возрастает способствует активности энергетического и других тонких тел планеты и каждого человека как и росту конфликтности но гармония человеческого организма обуславливающий переход на качественно новый эволюционный уровень определяется прежде всего сердцем и испокон века присущие русскому человеку открытость душевность поддерживаемой традициями христианского и ведического православия залог того что Россия сможет проявить на планете идею единой общечеловеческой общины в этом отношении если есть время еще пару слов время уже есть тепло дело в том что комфортная жизнь в городских условиях ослабляет человека физически человек разумный у нас превращается в человека сидячего но в силу развития науки информационных технологий эпоха дает ему шанс осознать свое предназначение на планете и выйти на уровень самосозидания и духовный уровень культуры в этом отношении сохраненный в северной Еврале исторический опыт жизни в гармонии с миром с большой буквой людей и природы то есть смирение незаменим и обязан быть использован в период старения и крушения цивилизации так что давайте ясно основать происходящее свою планетарную суть мечтать яснее формировать представление о гармоничном у себя каждому о гармоничном человеческом сообществе и действовать спасибо спасибо вопросов много пожалуйста Валентин Константинович как вы относитесь к ДНК генеалогии и Клёсову в последнем работе ну весьма так сказать печально что Клёсов и вот наша Рановская академическая школа генетики так сказать не найдут общего языка на самом деле они делают общее дело и я например познакомилась с генетикой через Клёсова он как так сказать популяризируя эти исследования он сделал очень большое дело но им надо договориться вот и все это печальная история Алла Борисовна вопросов наверное много но мне кажется в один можно было бы сейчас соединить что все-таки главное генетическая основа индоевропейской расы она является определяющей или культурно-цивилизационной которая проявляется в индоевропейской семье языков вот там арийском мифе и так далее ну здесь надо различать две ветви наши как бы вот исторически сложившиеся две ветви нашей цивилизации ведущей как бы расой нашей цивилизации индоевропейской расой и это ведь вот западная и восточная и вот я пыталась в докладе отразить истоки причин вот этой разности этих ветвей в отношении культуры прежде всего чтобы мы понимали себя этого нам не хватает нашей беды от того что мы потеряли самопонимание спасибо главным предметом был у вас генетический фактор потому что генетика дает возможность прорыва в отношении нашего самопонимания нашей истории мы коренная ну как бы укоренены на этой территории лесные жители мы укоренены на ней сказки то наши о чем говорят на ней на протяжении тысячелетий с исход с момента формирования нашей расы современного человечества давайте на круглом столе может быть коснемся все-таки вопрос о том что приоритетнее что вторично главнее